Июль 1942 года. Город Краснодон Украинской ССР оккупирован гитлеровскими захватчиками. Спустя месяц здесь стали образовываться антифашистские группы, в состав которых входила местная активная комсомольская молодежь. Одну из таких возглавил Олег Кашевой. 16-летний молодой человек вошел в состав штаба молодой гвардии и был избран секретарем комитета комсомола организации. Я, вступая в ряды молодой гвардии, клянусь мстить беспощадно за сожженные, разоренные города и села, за кровь наших людей. И если для этой мести потребуется моя жизнь, я отдам ее без минуты колебания. Если же я нарушу эту священную клятву под пытками или из-за трусости, то пусть мое имя, мои родные будут навеки прокляты. Кровь за кровь, смерть за смерть. Юный подпольщик участвовал во многих боевых операциях, расклеивании листовок, разгроме вражеских автомашин, сборе оружия. Борьба Олега Кашевого продолжалась вплоть до 1943 года. Тогда организацию раскрыла немецкая служба безопасности. Олега Кашевого задержали. Однако, не в ходе допросов и давления со стороны гитлеровцев, не после пыток, раскаленным железом, молодой человек не нарушил произнесенную клятву. Немцы его расстреляли. Сегодня его именем названы совхозы, школы, пионерские дружины и пароходы. Имя героя Советского Союза Олега Кашевого носит и одна из улиц в Древнем Полоцке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Он награжден Орденом Отечественной войны первой степени, медалями за отвагу и за боевые заслуги. Марат всегда носил с собой две гранаты, по одной с каждой стороны. Однажды его сестра Ариадна спросила, почему он не носит обе гранаты вместе, на одной стороне. Марат посмотрел на нее и пошутил, чтобы не перепутать одну немцам, другую себе. Глаза подростка были при этом серьезными. И, как оказалось, шутка была пророческой. В мае 44-го Марат Казей оказался в кольце противника. В ходе перестрелки ему удалось добраться до пушки леса, где он и принял неравный бой. Держа оборону, 14-летний Марат отстреливался до последнего патрона, после чего взял в руки две гранаты. Одну бросил в немцев. Жертвами второго же взрыва стали оставшиеся нацисты и сам Казей. Спустя 20 лет посмертно Марату присвоили звание Героя Советского Союза. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok